всем привет меня зовут макс это ленивый канал и сегодня мы продолжаем наши скажем так попытки в ультима это адмирал 3 ноутс мы построили как выяснилось не самый лучший корабль потому что мы забыли поставить сюда нормальный экипаж поэтому экипаж не очень много ладно мы это исправим наверное в будущем при модернизации этого корабля несомненно на сменились флаги неплохо и у китая сменились флаги о май красиво люблю люблю социалистов так ладно и так нам нужно построить джигитов я бы сказал что наверное штук 10 это полностью загрузить наши верфи правильно понимаю да нам перегрузили верфи ничего страшного давайте 3 отправляется во владивосток 3 отправляются так павловск и 4 отправляются кронштадт это был новороссийск я дурачок так бывает одна в следующий раз исправим хорошо тем не менее давайте посмотрим что у нас мы следом big guns range finder и control стейшн и нормально ну же я хочу уже глобальную войну 24 год не есть что показать миру да их немного но удивительно но кто-то продает корабли в пакистан пакистан ладно возможно чего-то не понимаю это жизнь нет я правда вот я могу тупить даже не буду говорить что этом ужас как бы стан существовал в двадцать четвертом году если так то я я не спорю смысла я не особо прям вот помним все это так подождите ага у нас новый нефть ох у нас заказывают джигиты да почему бы нет у нас по-прежнему все не очень хорошо с нашим а все хорошо окей я в принципе не против интересно что за колумбийский флот мне просто даже теории интересно давайте посмотрим у нас есть бразилия так стоп колумбия колумбия это вверх портка была а вот он один биби один диди один акция сушите большая часть этих кораблей по идее мои интересно интересно это эквадора вообще уже так ладно так мне показалось этому видел триколор у нас что демократия прям совсем демократия но у нас по не по идее у таллистов демократия но смысле у нас типа смысле вдруг неожиданно победила это российская федерация я шучу конечно вы поняли идею так здорово окей австро-венгрия опять нарывается чё у нас там с австро-венгрии простите господа австро-венгерцы есть мнение что ваше место у параши increase tensions окей мы готовимся к войне в состр-венгрии у нас у нас да у нас россия черт подери россии россия начерт я вам покажу как сербию атаковать это прям плохо я я я не одобряю атаки сербии знаете ли давайте он так так я очень надеюсь у нас тут греция с турками воюют а мы тем временем ухудшаем отношение с нашими мы пока больше не можем на минус семьдесят восемь между прочим как бы это а мне шуточки мне кажется что австро-венгерский флот по-прежнему будет представить себя весьма жалкое зрелище ну что ж так мы исследовали марк 4 254 миллиметра так мы за ир тут а можно мне все таки так мне как раз нужны деньги в ближайшее время будут мне нужна война большая война в этот раз австро-венгерия так просто не отделается отлично так я одно не могу понять почему мы я предлагаю выдвигаться к берегам всем флотом свершим скалок превентивный удар так 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 ой австро-венгерия списывает корабли это перемещение наверное черт мой английский не идеален вообще похоже больше на списывание но ладно тут скорее всего я ошибаюсь колумбия самостоятельно строит корабли уже эсминцы вообще было бы очень забавно поиграть именно за минора не имея толком никаких ресурсов и строить вот реально вообще из ничего флоты типа за бразилию участвовать в великой линкорной гонки блин такие возможности и боюсь что этого никогда в игре не будет ну что ну разработчики явно решили что это не приоритет так политика крис тэншин ролл си контролл управляемся вот прям сюда окей денег у нас все меньше это грустно если все немедленно не прекратится так у нас есть консидел rangefinder торпеда протекшн 5 мяааа так можно все таки мне в войну вступить 5 пожалуйста чёрт ну что за шизаками почему я должен заниматься этой ерундой я хочу уступить войну здесь блин я был бы рад если появилась хотя бы оправдание претензий кое-нибудь только хойки к примеру но чё это за фигня я допустим хочу присоединить себе украину но это логично как бы все она не входит ко мне по результатам каких-то референдумов мне нужна это черт победе украина но как бы нет так отлично у нас наконец-то все становится совсем плохо минус 82 на минус 100 вроде как должно все стать лучше так генера почти не осталось очень-очень плохо не срочно нужна война придется сейчас резать расходы причем адски резать расходы брикиш импайр спускает худ худ класс интересно это будет аутентичный худ или нет что было бы интересно построить на аутентичный худ ну да как видите стран то что проходят годы но так хорошо игра с слишком быстрее не становится мы снова ускоряем увеличим давление наверное все таки придется врать наш флот потому что да хотя нормально у нас пока тут все смотрим ага мы строим всего лишь еще один пересвет хорошо финансы того у нас будет минус 34 ну что ж вынуждены все это резать нам скоро должно денег привалить не может если правильно помню так было бы неплохо заложить еще подводные лодки но так два джиги там да конечно легко и что у нас минус 89 вы воевать будете я может чего-то недопонимаю но хотелось бы все таки начать войнушку у нас скоро будут новые биггансы нормально нормально давайте гэн лайдаут на самом деле ship decision так politics increase tension конечно же его нельзя просто назвать ухудшать отношения и вот просто ждать аргентина построила линейный крейсер ага в какой-то мере у нас есть линкорная гонка только гонка линейных крейсеров забавно ладно ладно у нас баланс ушел в плюс а так оно возможно да неожиданно о да война ну конечно мы построим москвитяниных мы теперь смотрим финансы все очень-очень хорошо отлично давайте смотрим наш флот ну что ж тут у нас 13 месяцев до новый линкор запаздывает слегка но это не такая большая проблема так кронштадт где наш этот мурманск кронштадт новороссийск да владивосток магадан куда я отправился 4 мурманск архангельск латкан штат 4 дизи ладно в любом случае давайте перемещаться куда-нибудь сюда смотрим норзенайзе а господи все не дурачок давайте переместим владивосток на всякий случай ну что ж да начнется битва я по крайней мере на это очень надеюсь оу мишон лист сабмарин что это за черт мне очень не нравится то что я вижу у меня точно нет сабмарин поэтому скорее всего миссия не про меня может быть что они добавили да не вряд ли не добавили тактические миссии с сабмаринами это было бы странно окей серьезно окей а можно мне наконец-то тогда черт подери да ладно теперь давайте тогда мы естественно перемещаем наш флот сюда весь потому что а здесь у нас операция инвейд я хочу уничтожить эти вражеские корабли они посмели атаковать меня своими подводными лодками ну что ж я искренне надеялся что до этого не дойдет окей у нас два митинга две встречи то есть ну что ж будем надеяться что это действительно эпичные встречи потому что я хочу снести начисто эту австрийскую империю с лица земли черт подери австра-венгрия черт возьми оу май слушайте а ситуация то чё-то ну да ну да с такими калибрами конечно мне очень большие противники да 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 верим вам конец надо вам конец черт глеб это у нас что двадцать второй год ленин 2 это ленин 2 это ярослав ярослав второй калинин 2 отлично бой блять простите за мат что ж вашей ставки у противника глобальное численное преимущество но есть один нюанс его корабли как всегда мусор австро-венгрия что вы еще могли ждать от великой державы австро-венгрии правильно ничего хорошего пять линкоров против одного и одного battlecruiser а ну что ж проверим кто сильнее итак вот он наш беси тем временем хочу вспомнить этой штуки что у нас триста восемь миллиметров нормально вот наш бибич триста пятьдесят шесть нормально так еще у меня колесико мыши нормально работала вообще цены не было бы этой игре но это не к игре вопрос то вопрос моей мышки так это у нас вот и старые крейсера да по-моему это старые корабли да это все старый флот сожалению ускоряемся они что-то мне драпать решили? это конечно талантливо если они от меня бегут при таком численном перевесе опа 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 так давайте мы делаем закладываем даем дым это линкор? да это линкор галинин ставим так эй черт подери ставим просто фулл скорость здесь тоже так хорошо уходим эсминцами пуски проведены пока не очень успешно о! ну как не очень успешно кажется сейчас линкор прохватит сразу три торпеды да в целом неплохо кажется у них очень хорошая торпеда протекшн так что ситуация не то что бы очень хороша сколько он тут 40? стоп подожди 48 торпед оооо да стоп это ж мои торпедные крейсера да? да 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 можно мы по обратному заходим так эсминцы должны отступать во что бы то ни стало CAN мы не хотим терять даже эсминцы ооооооо пошли массированные пуски торпед затем отступают легкие они пока еще под дымами это хорошо точно оба борта разряжены Братья Войд Мячеслав скорее всего К сожалению погибнет Я так понимаю тут все плохо Шанс есть конечно На минимальный Хороший торпедный супчик Пошел еще пуск Так Блин но он почти повреждения не получил Конечно такое себе Еще один пуск Так Бодрог Скорее всего обречен Его скорее всего зафокусят Еще один пуск торпед От крейсеров был Но к сожалению не очень эффективный Так Так где наш Ярослав У Ярослава между прочим Ситуация такая себе Давайте добьем Бодрог Мне кажется что это Стоит того Я с другой стороны Далекий крейсер Да возможно Скорее всего даже не очень дорогой Поэтому О Победа не взвелась Ага Вот он Монарх Ого у меня аж потрясается Я так понимаю Тут несколько типов Крейсеров Хотя они чуть похоже Один Хорошо И все еще пытаются отстреливать мои легкие крейсера Что конечно неприятно Но Так что бы очень страшно Вот наш Глеб Ну 203 мм Конечно Ну Несерьезный калибр Для противостояния линкором Так Мне бы надо отдать Приказ на задымление Но он еще не скоро будет Давайте калинин будет сокращать дистанцию с противником Ох Нифига Торпеда хитр на такой дистанции Прикольно Неожиданно Почти убитый монарх Ну как почти Он в серьезных повреждениях Так что Так Негкие крейсера Кажись все таки ушли Так Господи У нас даже радар есть Черт подери Ну этот радар Снаси О Полетели снаряды Неужели ни одного Ну да Кажется все таки промахнулись Так 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 Неплохо Стояться надеяться что ситуация сильно хуже не станет Глеб под обстрелом Причем тяжелым Я так понимаю А нет Все таки это обстреляют наши линкоры Ммм Добейте Ребаный легкий крейсер Что у тебя проблема что ли Он засвечивает половину нашего флота Достойный корабль Противник Требен сопротивляется Ну же Мне показалось Или там было что-то внушительное Возможно Да Кажись он получил тяжелые повреждения Недавно Очень тяжелые Судя по тому Как у него быстро Стреляется Получесть И от всего Кажется он обречен Да Отлично Теперь можем взяться За вражеские корабли Более тяжелого класса Галинин пока получает Очень умеренные повреждения Мягко говоря Не серьезно Мы взяли под огонь Вражеского Эрцгерцога Франца Фердинанда Оу Локт Колька Пятьсот Миллиметров Ну Это как минимум Внушительно Хорошим на него Надо отправить В охоту Наш Ярослав И тоник Без гарантии Боже Серьезно Да То есть Мы настолько Все плохо Да Мы должны Нести урон Противника В любом случае Кажется Придется Все таки В этот раз Снова Вызывать Вводя Сотку Эскадру Повреждения Есть Но Они Откровенно Герои Невысоки Да Я понял Их корабли Значительно Превосходят Меня По бронированию А Не превосходит Превосходит Но Не так Что прям Значительно Но Это Сюрприз Мои пушки Недостаточно Хороши Для этого У меня Очень большие Пожары На основном Корабле Это Проблема Впрочем У противника Тоже Не все Хорошо У меня Повреждение Башен Это Опасно Немножко Свернем Возможно Стоит Атаковать Монарха Так Под очень Тяжелым Обстрелом На самом Деле Мне это Не очень Нравится Стоит Ситуация Так С Нашими Тяжелыми Крейсерами Они Все Так Достаточно Достойные Корабли То есть Это Не Мусор Какой Немножко Но К слову Все Мы Пробиваем Он Почти Лишь Он Получит И Скорее Всего Скоро Мы Добьем Будь 8% Плавучести Блин Торпеда Был бы У него Сейчас Но Еще Торпеда 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 Почти нет Поэтому Смысл Разворачивать Сю Эту Скадру Нет Уж Тем более Эсминцы Которые Все Повреждены Я не хочу Терять Дорогущие Корабли Да Это Конечно Некоторая Проблема Когда У тебя Эсминцы Стоят Дороже Чем У Некоторых Крейсера Но Они В принципе Эффективны Я конечно На самом деле Тут Я Перебарщиваю По хорошему Стоит Строить Эсминцы Минимальные По своему Оснащению Делать их Максимально Дешевыми И просто Посылать Бессмысленные Торпедные Атаки Из раздела А какая Разница Даже если Хоть немного Повредить Уже Успех Мы же не отпустим Эту Скотину Ого Ого Вот это Сейчас Был бабах Ох Ты ж Ёшкин Монарху Кажется Не жить Калинин Конечно Получает Урон Но Противник Получает Вы куда Сильнее Давайте Довернем В сторону Противника Монарх Кажется Все Стоило Подвернуть Не очень Удачный Угол Как все Это Для него Быстро Закончилось Да Скорее Всего Даже Не Все Да Конец Для Вражеского Линкора Остается Надеяться Что Наши Тяжелые Корабли Добьют Враурский Линкор Он едва Жив Их Тебе Пара Попаданий Ниже Ватерлинии И эта Штука Умрет Пробой Ниже Ватерлинии Прям Как я И хотел Плавучесть Правда Не сильно Уменьшается Потому что Там уже Много Пробоев В конечном Штоге Мало Что Изменило Но Он Кажется Затапливается Если Повезет Он Сейчас Затонет Резерв Плавучести Нулевой 0-1% 0 Есть Второй Вражеский Линкор Уничтожен Торпеды 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 Полный Вперед Почему Нельзя Дать Форсаж Кажется Она Одинокая Есть Шанс Что Успеем Хотя Возможно Стоило Вообще Не отворачивать Она Скорее Все Промахнулась Сейчас Скорее Все Сделал Так Что Торпеда По мне И попадет Я Слишком Близ К Порядкам Это Плохо Мне кажется Я Ухожу Хорошо Снова Снижаем Скорость Так Было бы неплохо Со временем Отступить Если правильно Помню Там еще Один Полудохлый Корабль Был Или Нет Это Тот же Самый Тип Да Да Что ж На этом Будем заканчивать Эту серию Конец боя Вы досмотрите В следующий раз Ну а с вами был Макс Для него канал До встречи В новых видео Пока Пока